Добрый вечер, дорогие друзья! Здравствуйте! Рады видеть столько зрителей в нашем зале, особенно рады видеть зрительниц. Да, мы разрешите вас поздравить с прошедшим праздником, с 8 марта. Хотя, вы знаете, я вот думал на тему 8 марта и думаю, нужны вам поздравления эти или нет. Серьезно, дома сидел, размышлял, даже не то, что размышлял, а провел серьезное исследование, что подарить любимой. И пришел к выводу, что подарок, в принципе, можно-то и не дарить. Не верите? Я ожидал, что будет такая реакция, поэтому подготовил для вас презентацию. Внимание на экран. Итак, приступим. Дарить подарок или не дарить, разницы, в принципе, никакой. Однозначно поменять настроение. Плюс. У подруги может быть точно такое же. Плюс. Она это заслужила. Плюс. В следующем году надо придумывать что-то другое. Плюс. Ну и самое главное, если подарок все-таки дарить, поблагодарит. Если не дарить, не будет разговаривать несколько дней. Что, сами понимаете, мужики, огромный плюс. А просто кто придумал, что 8 марта нужно поздравлять именно жену? Если хочется поздравить, ну просто какую-то женщину, то можно, допустим, поздравить консьержку. Я провел исследование и выяснил, что поздравить консьержку – это в разы полезнее. Смотрите, внимание на экран. Поздравление можно начать со слова «Михална». Жена минус, консьержка плюс. После этого каждый день тебя встречают с улыбкой. Консьержка плюс, жена минус. Какой классный мужчина живет на третьем этаже в 87-й, узнает весь подъезд. Жена минус, консьержка плюс. Если ты захочешь привезти домой любовницу, консьержка не скажет ничего. Плюс. Жена точно будет против это. Минус. На самом деле от этого 8 марта одни проблемы. Ну правда, честно, чем ходить в ресторан, лучше в лес сходить. Не верите? Вот смотрите. В лесу всегда есть свободные места. Плюс. Можно курить. Плюс. Нет очереди в туалет. Плюс. Ну и самое главное. Из леса не выгоняют на улицу в 11 вечера. Сплошные плюсы. Конечно, если оставить 8 марта любимую без подарка, то вас вполне могут шантажировать отказом от выполнения супружеского долга. Но с другой стороны, что мы теряем? Ведь секс можно приравнять к вкалыванию на дачном участке. Смотрите. Смотрите. Наблюдает собака. Плюс. Одна поза. Плюс. После него нужно мыться. Плюс. Пьяным дольше. Плюс. Наступает момент, когда обо всем этом нужно рассказать детям. Соглашусь. Совсем ничего не дарить жене – это тоже неправильно. В конце концов, я же не жмот. Поэтому я задумался, что же ей подарить – новенький Порше или стих? И тут же сразу провел исследование и выяснил, что стих, как подарок, гораздо лучше. Смотрите. Как мы видим, эмоции от подарка одинаковые. Даришь Порше – вау. Даришь стих – вау. Да. Дальше идем. Техобслуживание. Машина нуждается, стих обслуживать не нужно. Это сплошные плюсы. Стиху не нужно два раза в год менять резину. Не нужно его регулярно заправлять. Стих не нужно переводить на газ. На английский – пожалуйста. Идем дальше. Алкоголь. Значит, смотрите. Стих можно рассказывать в пьяном виде. И за это у вас его никто не заберет. Когда вы пьяны, не нужно вызывать трезвого поэта, чтобы он за вас рассказывал стихотворение. Да. А вот машина и алкоголь несовместимы, если вы, конечно, не судья Печерского суда. Следующий пункт – возможные риски. Тут все логично. Стих можно забыть, но невозможно разбить. Машину можно разбить, и это невозможно забыть. Тут у нас, как видите, паритет. Есть и схожие особенности у этих двух подарков. Стих можно кому-то посвятить. А Порше тоже можно посвятить. Ну да. Ну и последний пункт – зависть окружающих. Если ваша девушка будет идти по улице и громко читать стих, то никто не подойдет к ней и не скажет, что она на этот стих, ну, скажем так, начитала. И это огромный плюс. Ну, а если серьезно, с праздником вас, дорогие женщины. С весной нас всех. Весна – это и мое любимое время года, потому что весна – это время, когда все возрождается, все обновляется, и вечерний квартал тому не исключение. Мы тоже кое-что обновили. Ну, так. Сущий пустяк. Возможно, вы даже этого не заметите. Добро пожаловать в обновленный весенний квартал.